Во-первых, Беларусь уже вступила в войну, и вступила она в войну вместе с Россией в феврале этого года. Поэтому мы должны говорить о том, что это просто продолжение участия в войне. Во-вторых, я думаю, что, скорее всего, для Беларуси это значит усиление ее роли в российской войне. И, скорее всего, мы должны ожидать значительного увеличения контингента российских войск на территории Беларуси, чтобы создать очаг напряженности на белорусско-украинской границе как минимум, как задача минимума. Будет ли снова использоваться Беларусь в этом смысле как плацдарм для нанесения ударов по Украине? Я думаю, что да. Мы видим, что роль Беларуси как плацдарма, она, в принципе, постоянно. То есть мы видим, что огонь с территории Беларуси продолжается максимум с небольшими перерывами. И в будущем, я думаю, что мы должны ожидать только усиления этой роли, как только Россия будет, как с усилением российских обстрелов украинской территории, в принципе, будет и усиливаться обстрелы с белорусской территории. Но в данной ситуации, как вы думаете, Лукашенко имеет в виду, что по территории Беларуси в какой-то момент может быть нанесен ответный удар, как это было по территории России, хотя официально Киев и не признает, и не опровергает, что это в СССР наносили удары. Но тем не менее. Я думаю, что здесь скорее мы можем говорить о том, что идет пропагандистская работа. Белорусская сторона ведет для России своего рода информационную кампанию, чтобы создать повод объяснить, почему нужно и необходимо это российское присутствие, и почему потенциально Россия вторнется опять в Украину через белорусскую территорию. То есть, я думаю, здесь своего рода идет создание нарратива. Но тем не менее, удары вполне, ответные удары вполне реальные. Тут уже пропагандой очень сложно будет замылить те кадры, которые белорусы будут видеть и не по телевизору уже, и не в интернете, а собственными глазами. Готов ли он к этому? Нет, я думаю, что для Лукашенко своего рода это будет, конечно, подарком, если Украина начнет обстреливать белорусскую территорию. Этого исключать в будущем мы не можем. Все зависит от того, насколько интенсивным будет обстрел, насколько будет серьезным участие Белоруссии в российской войне. Как это может быть, простите, пожалуйста, перебью, просто чтобы не упустить мысль, как это может быть подарком для Лукашенко? Я не очень уловила вашу мысль. Лукашенко просто скажет, что вы не хотите участвовать в войне, но вам некуда деваться, потому что по вас стреляют. И если будут такие кадры, если будут действительно серьезные, если это приведет к потерям среди мирного населения, то я думаю, что в какой-то степени это может повлиять на общественное мнение в Белоруссии. Пусть и, возможно, не сильно радикально, но это может создать своего рода прослойку тех, кто будет, скажем так, более позитивно воспринимать участие в войне как, в принципе, необходимость. Я думаю, что украинское командование это понимает, и украинское командование прекрасно хочет сохранить, скажем так, белорусские настроения. Настроение белорусского народа – это именно то, что предотвращает участие Лукашенко в войне. И поэтому я думаю, что Украина это прекрасно понимает и не хочет нарушать эту ситуацию. Белорусское общество готово противостоять таким решениям? Я думаю, что если Лукашенко отдаст приказ белорусской армии вступить на территорию Украины, это может стать последней каплей, и это может привести к падению режима. И я думаю, что он это потенциально понимает. Поэтому белорусская армия будет сугубо техническим элементом российской военной кампании. Возможно ли объявление мобилизации в Белоруссии? Я так не думаю. Я думаю, что будут своего рода некоторые шаги, которые уже были объявлены, например, проверка резервистов. Массовой мобилизации не будет. Я бы сказал, здесь две причины. Во-первых, отсутствие ресурсов. Я не думаю, что белорусская экономика выдержит этого. А второе – это то, что мы говорим о белорусском обществе, которые, в принципе, против войны, а также в своей массовости против Лукашенко. И вы знаете, раздать такому населению оружие в рамках мобилизации – это очень опасная вещь. Я думаю, что это то, чего Лукашенко делать не будет. В Беларуси сейчас, после объявления вот этого развертывания региональной группировки, как вы думаете, пойдет ли поток людей, которые хотят не смотреть дальше своими глазами, как это все будет развиваться и будут покидать массово Беларусь? Ну, я думаю, что так массово мы не увидим. Я не думаю, что это создаст какой-то особый всплеск, потому что, в принципе, большинство активного, протестного, а также, в принципе, молодого населения, оно уже уехало. То есть мы этот поток видели последние два года. Но я думаю, что это, в принципе, создаст своего рода, скажем так, станет еще одним аргументом того, среди, главное, тех, кто был, я бы сказал, своего рода лоялистами Лукашенко после 20-го года, которые хотели, видели в Лукашенко не просто возвращение к статус-кво, а в стабильность. Вот для них это будет, я думаю, уже самоучастие в войне стало последним ударом, а усиление напряженности может стать тем, что вынудит их уезжать. И даже те, кто работает на лукашенковский режим, я думаю, что они готовы разговаривать о войне, но как-то участвовать в этом и рисковать своими жизнями, я думаю, это для них, скажем так, последняя капля, они никак в этом не хотят участвовать. А как вы думаете, каким-то образом избежать дальнейших фатальных шагов Лукашенко удастся или он в данной ситуации полностью находится в заложниках у Путина и у него нет возможности отойти на два шага назад уже? Я думаю, что возможности у него нет, и он это прекрасно понимает. И главное, что мы видели, что какие-то иллюзии о том, что Лукашенко сохраняет возможности для маневр, сохранялись до, в принципе, осени этого года, где он еще как-то думал, что, может, с Западом можно как-то нормализовать отношения. То есть это, понятно, была иллюзия и заблуждение, но он их питал. Сейчас этого никак нет. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает, что любое участие или усиление его участия в войне создает напряженность и неопределенность для его режима, но это единственная возможность оставаться у власти. Потому что оставаться главным партнером Владимира Путина это единственная возможность сохранять ту власть, которая у него есть на сегодняшний день. Может ли в данной ситуации сделать что-то штаб Светланы Тихановской и вообще та оппозиция белорусская, которая больше не находится в Беларуси, каким-то образом на эту ситуацию повлиять? Возможно, не в Беларуси. Я думаю, что возможности косвенные у штаба Тихановской остаются. Конечно, они не приведут к прямым последствиям для режима, но создавать напряженность для этого режима они все еще могут. Другое дело, насколько они способны, потому что мы видим, что в принципе с протеста 2020 года у белорусской оппозиции, я бы сказал, режим делает белорусской оппозиции один подарок за другим. То есть мы вспоминаем инцидент с самолетом Ryanair и вот этот миграционный кризис и вступление в войну, но мы видим, что ни одной из этих возможностей белорусская оппозиция не воспользовалась. Я поэтому в принципе не вижу каких-то подоплек, чтобы белорусская оппозиция изменилась и как-то смогла эту ситуацию повернуть в свою пользу.